Друзья, это просто обалденно! Немножко не так уж остро, как вот я, допустим, бы хотела. Ничего страшного! Всем привет, дорогие друзья! Рецепт маринованной свеклы вы все уже, наверное, видели у меня на канале. Кто еще не видел, обязательно посмотрите. Это очень популярная, любимая закуска у нас на Кавказе. Ее можно найти в каждом доме, на рынке, везде. Мы очень любим маринованную свеклу. А сейчас я вам покажу рецепт свеклы квашеной. Вот так готовила моя мама. Она не мариновала свеклу, а именно квасила, как квасили капусту. Самое первое, что вам нужно будет сделать, это сварить рассол, потому что его нужно остудить до комнатной температуры. Рецепт этого рассола я вам оставлю под видео. И вот вы здесь у меня его видите. И нужно отварить свеклу, охладить ее и очистить. Я все это уже сделала. Рассол у меня остыл, свекла у меня остыла, я ее очистила. Я, кстати, прорежала свеклу. И, как видите, она у меня всех размеров. Вот есть помельче, есть покрупнее. Крупную я порежу на части. Из специй мне понадобятся самые обычные специи, которые вы используете для любого маринада, для квашения капусты и так далее. Кусочек хрена, забыла как называется. Вот у меня зонтик укропа, лавровый лист. Здесь две палочки хрена остались, я тоже их добавлю. Острый перец. Кстати, именно свеклу на Кавказе любят очень острую. Но, конечно, добавляйте острый перец на свой вкус. Кроме этого, мне понадобится чеснок. И вот здесь у меня смесь перцев. Сюда же я добавила немножко гвоздики целой и душистый перчик. Всем вам уже известно, вот это моя любимая баночка со специями. Я когда-то давно купила вот такую смесь 5 перцев. Вот как она у меня заканчивается, я так вот и подсыпаю туда вот эти вот 5 перцев. Там розовый перец. Вот здесь вы его видите. Розовый перец, черный, белый и душистый перец. Вот этих 5. 5 розовый, белый, черный, душистый. И какой еще? Короче, еще какой-то. В общем, не знаю какой. Итак, приступим, друзья. Банка у меня еще горячая. Я ее простерилизовала в микроволновке. Именно для квашеной свеклы я банку всегда стерилизую. И вот эту вот зелень, вот эту укроп и хрен я промыла. И вот так вот стряхнула всю лишнюю жидкость. В общем, как можно меньше, чтобы у вас было, ну, такой, знаете, лишней воды. Кладу в банку зонтик укропа. Она у меня остывает. Хрен. Веточки хрена. Лавровый лист. И острый перец. Я кладу прям целый острый перец. Мы любим острое. Поэтому я прям вот целый перчик положу. Режу его пополам. Чеснок тоже кладу по вкусу. У меня, знаете, вот такие вот попались в серединке, знаете, этой головки. Вот такие мелкие. Ну, короче, все туда добавлю. И туда же добавляю смесь перцев. Здесь у меня чайная ложка смеси перцев. Чайная ложка гвоздики. И чайная ложка такой приправы. Вы знаете, я даже не знаю, как она называется. Вот у нас она называется Юнипер. Но пахнет как душистый перчик. Поэтому я решила такой тоже добавить. Вот и все. Теперь просто нужно сложить свеклу в банку. Остались. Вот такой вот, знаете, мелкую свеклу я, наверное, положу целиком. А вот такие вот, то, что покрупнее, порежу пополам. Ну, главное, чтобы свекла была приблизительно, знаете, как, одинакового размера, чтобы были все кусочки. Если побольше свеклы, режьте ее на четыре части. В общем, как угодно. Можно порезать фигурным ножом, если хотите, чтобы было прям совсем уже красиво. Такие мелочи прям, прям так вот эти, видите, вот эти прям, брошу целиком. Чуть-чуть вот так прижму. И теперь нужно залить свеклу рассолом. Вот скажите, что может быть проще? Рассола нужно столько, чтобы она полностью покрывала свеклу. Здесь у меня литр, ну, я, может быть, так вот литр и сколько мне понадобилось? 800, наверное, миллилитров, даже 900. Главное, чтобы свекла у вас плавала, вот полностью была покрыта этим рассолом. Вот и все, друзья. Теперь банку нужно накрыть либо марлей, либо хлопчатобумажной тканью, так, чтобы к ней поступал воздух. И закрыть резиночкой плотно, чтобы, ну, как бы, посторонние животные, типа мух и все такое, туда не попало. И баночку нужно оставить в теплом месте примерно на 5 дней. В зависимости от температуры процесс брожения может занять чуть больше или чуть меньше. Но, знаете, вот как квасите капусту. Свекла начнет пениться, у нее появится характерный запах такой немножечко кисловатый. И примерно через 5-7 дней, как я уже сказала, в зависимости от температуры, вы увидите, что перестала идти пенка и процесс брожения закончился. Тогда можно пробовать. Если вдруг появляется плесень или что-то такое, обязательно сразу снимайте. Каждый день нужно свеклу перемешивать. Вот так же, как вы из капусты выпускаете воздух, да, протыкаете деревянной палочкой, точно так же нужно перемешивать свеклу каждый день, чтобы процесс шел, ну, как вы знаете, быстро и хорошо. Вот так. Ну все, встречаемся позже. Итак, друзья, посмотрите, появилась пенка. Я вчера работала, поэтому не заглядывала сюда. Возможно, она вчера появилась. Вот, сейчас я ее аккуратненько так сниму, чтобы просто не появлялась плесень. Там у меня всплыл перчик, вот эту темную часть, как бы мне она не нравится. Вот этот рассол густеет, так и должно быть. Прижимаю свеклу, чтобы она полностью была покрыта. Ну вот и все, продолжаем, продолжаем. Ждем. Друзья, пятый день. Вот так выглядит наша свекла. Так, как вам показать, что... Плохо видно, но здесь, вот тут вот собираются пузырики. Сейчас вы их посмотрите. Сейчас я сделаю вот так. То есть, если я сейчас опущу палочку, видите, со дна поднимаются пузыри вот здесь, вот видите. Не знаю, там плохо, наверное, видно. Ну и скажем так, их не так, конечно, много, как, допустим, в капусте их обычно бывает, да. Ну вот так, до самого дна опускаю палочку, чтобы весь воздух, если там где-то собирается, чтобы весь этот воздух выходил. Вот, когда сдвигаю свеклу, она, видите, немножко приподнимается. Рассол становится более вязким, как видите. Ну и просто я их притоплю, скажем так. Так. Видите, да, что пеночка собирается сверху. Вот рассол становится вот таким, видите, погуще. Я думаю, на день еще оставлю и завтра попробуем. То есть, будет что у нас? 5-6 дней. Но у меня не очень жарко на кухне, друзья. У нас пасмурная погода. Сейчас вам покажу. Видите? У нас вот так постоянно дожди. Поэтому, конечно, на кухне у меня не очень тепло. Ну что ж, ждем еще один день. Друзья, ну давайте уже попробуем. У меня прям терпения нет. Посмотрите. Ох, смотрите, какой рассол прям густой уже. Пузыречки все повылобим. Давайте вот так. Ой, прям большой кусочек. Ну, давайте попробуем вот такой кусочек. И посмотрим, что у нас получилось. Какая прелесть. Это что-то. Девчонки, кто смотрит из-за сети, это то, что вы покупаете на базаре. Это просто обалденно, девчонки. Немножко не так уж остро, как вот я, допустим, бы хотела. Ну, ладно, друзья мои, они все кушают прям совсем острое, поэтому ничего страшного. Но можно есть так просто. Можно в салат добавить, можно в бутерброд добавить. В общем, короче говоря, девчата, рецепт бомба. Делайте, советую. Всем пока. Забыла сказать, девчонки, хранить в холодильнике или просто в холодном месте. Субтитры подогнал «Симон»